Ташкентские лимоны способны плодоносить и в степи с суровым климатом. Мифы о теплолюбивых цитрусовых развеял агроном из Атравской области. В теплицах Виктор Шеффер собрал больше 20 тонн лимонов, чему и сам приятно удивился. Секреты селекции, помноженные на упорный труд, узнал Вячеслав Фитлугин. У Виктора Шеффера из села Сарайшик будет плодоносить и сухостой. Это аксиома. С одного лимонного дерева аграрий собирает до 100 килограммов урожая. И это в Атыраусской области с сильными ветрами, дефицитом естественной влаги и солеными почвами. Изучив десятки зарубежных сортов цитрусовых, местный растениевод привез и адаптировал под местный климат ташкентские лимоны. Наш сорт называется мир. Поливаем капельным орошением. Ежегодно мы собираем до 20 тонн. Выращивание несложно. Мы выращиваем из ростка. Из ростка лимона. Но здесь агрономы лукавят. Экзотичные лимоны зимуют лишь при температурах от 2 до 5 градусов. И чем теплее, тем лучше. Чтобы в световой день саженцам было максимально ультрафиолетово, теплицы построили с раздвижными окнами и отопительными системами. Обслуживают тепличный комплекс. Нанятые хозяйством местные жители. В теплице работают преимущественно сельчане. В летнее время на подмогу приезжают студенты-практиканты. Удивительно, но у нас, а не в большом городе, они познают новые агротехнологии. И мы этим гордимся. В селе Сарайшик созданы и линии переработки урожая. Ежегодно здесь выпускают больше 8 тонн натурпродукта, лимонных и яблочных соков. Товар отправляют в регионы страны. Впрочем, объемы поставок не столь внушительны. Со слов фермеров, их реально увеличить вдвое. Однако, для расширения производства необходимы государственные субсидии с покрытием инвестиционных затрат на содержание теплиц. Вячеслав Витлугин, Арестанбек Кенжи и Тимирлан Сутангазиев. Атаравская область. Хабар, 24.